Так, ну что? Многие уже собрались, пока Стаса нет. Я долго ждал этого момента. Наконец-то ко мне все вернулось. Я это прям чувствую. Вот, значит, мы многие собрались. Антон Болячкин сейчас представит нам доклад, что-то, видимо, про кальмаров, суперсквид. Ну, не знаю, это он расскажет. Кафедра магнитизма и многих каналов материалов. Поприветствуем. Спасибо. Так, ну меня уже представили. Меня зовут Антон. И мы действительно будем говорить про суперсквиды. Если мы откроем какой-нибудь английский словарь и прочитаем, что такое сквид, то это будет, безусловно, в первую очередь кальмар. Но мы сегодня рассмотрим другой перевод. Сквид также это еще сверхправдящий квантовый интерферационный датчик. И если... И в рамках этого доклада мы попытаемся посмотреть на передовой край науки в этой отрасли. Самые последние достижения в сфере квантовых интерферационных датчиков и те новые возможности, которые они открывают для микроструктурных исследований. Слева есть пару примеров сделанных сквид-датчиков по клонарной технологии. И здесь можно посмотреть, что чувствительный элемент сквид-татчика, созданным методом гитографии, порядка 500 нанометров. Здесь другой вариант реализации сквид-магнитометра, где в качестве слабой связи использована отдельная углеродная нанотрубка. Здесь ее можно, в принципе, и разглядеть. И в начале 2013 года, точнее в сентябре, появилась новая работа, которая открывает новые горизонты использования сквид-датчиков. Вот эта вот головка зонда, это по сути является сквид-датчиком, позволяет на несколько порядков увеличить чувствительность прибора. И в принципе, в идеале мы можем даже уловить отдельные поля, которые созданы сквид-датчиком одного взятого электрона. То есть взять электром, проведем мимо него нашим сквид-датчиком на основе зонда, и мы определим направление спины отдельно взятого. Но для того, чтобы разобраться, как это работает, ну и так как у нас в принципе школа, мы постараемся разобраться принцип работы, в первую очередь, сквид-магнитометров. И потом, когда мы это освоим, осилим, вернемся к соц. структурам, рассмотрим их изготовление, потенциальные возможности, и то, что уже экспериментально с использованием таких зондов сделано ученым. Для того, чтобы говорить про сверхпроводящие квантовые трефицционные детекторы, безусловно, нужно пару слов в общих чертах сказать про эффект сверхпроводимости. И здесь мы для себя еще раз постулируем, уже в течение школы не раз говорили про сверхпроводимость, но еще раз постулируем основные моменты, то есть наиболее важные свойства сверхпроводников. Первое — это нулевое сопротивление, безусловно. На графике можно проследить, что до критической температуры у нас сопротивление присутствует, зависит от какой-то степени от температуры, и в температуре критической у нас сопротивление пропадает. Второе — свойство сверхпроводников. Это исследовалось в первую очередь, когда только-только эффект сверхпроводимости был обнаружен. Региноструктурные исследования показали, что кристаллическая структура в процессе сверхпроводящего перехода не меняется. Это значит, что все изменения, которые наблюдают, в частности падение сопротивления до нуля, не связаны, по крайней мере, из этого вывода следовало, что это не связано с кристаллической решеткой. Далее. Экспоненциальная зависимость электронной теплоемкости в сверхпроводниках. Вот здесь это тоже показано. Если высшая критическая температура у нас в пропорциональной температуре, теплоемкость электронная, то ниже у нас наблюдается экспоненциальный закон. Это очень похоже на зависимость теплоемкости для сверхпроводников, для полупроводников. Это наталкивает на мысль о том, что в сверхпроводниках, минимум, тоже есть какая-то зонная структура и есть щель. Четвертый эффект, который, четвертое свойство сверхпроводников, которые имеют важное значение, потому что если из второго пункта мы вроде бы как кристаллическую решетку вычеркиваем из описания эффекта сверхпроводимости, четвертый эффект, изотопический эффект, говорит о том, что на самом деле все сложнее, и кристаллическая решетка играет важную роль при формировании сверхпроводящего состояния. Грубо говоря, если мы возьмем один и тот же материал и сделаем из него сверхпроводник, то если мы возьмем разные изотопы всего лишь атомы, то при этом мы будем наблюдать разные критические температуры. Это говорит о том, что все-таки какое-то влияние, и влияние по своей сути важное, кристаллическая решетка показывает на сверхпроводимости. И пятый эффект, это эффект Мейснера, он здесь продемонстрирован, это выталкивание магнитного поля из сверхпроводника. Все эти свойства сверхпроводников описываются в рамках микрокопической теории, теории Барлина-Купера-Шлифера. В соответствии с этой теорией за эффект сверхпроводимости отвечают Куперерские пары. Куперерская пара представляет собой два взаимодействующих электрона, и взаимодействуют они как раз посредством кристаллической решетки. Вот здесь и скрываются значения и роль кристаллической решетки. Взаимодействуют они посредством фанона. Именно в процессе испускания и поглощения фанона между двумя электронами у нас реализуется слабое протяжение между ними. Все это в работах проявлений было показано. Работы Купера дальше развили, добавили два отдельных электрона. Светпроводники на основе квантовой механики было показано, что действительно это энергетически выгодно. И конечное развитие уже для многоэлектронной структуры было сделано совместно с парами Купером и Шлифером. Это краткий экскурс, весьма краткий, без углубления в теорию, особенно в квантовую механику. Для того, чтобы описать устройство и принцип работы квантовых деферационных датчиков, в частности квантовые деференции, дальше мы поработаем непосредственно с Куперовской парой и опишем ее свойства. Для того, зачем это нужно? Потому что это самый простой путь описания сверхпроводящего тока в сверхпроводнике. Куперовская пара, ей приписывается заряд вдвойной, раз это спаренные электроны, взаимодействующие два электрона. Приписывается вдвоенная масса, и импульс Куперовской пары приписывается центру масс, что довольно логично. И так уж природа устроена, что Куперовская пара сформирована таким образом, что импульсы двух электронов, которые формируют пару, направлены противоположным друг к другу. Также еще показано, что спины электронов, и спины данных электронов должны быть противонаправны. С отношением к Деброле можно связать импульс центра масс с длиной волны. Итак, в рамках квантовой механики, в такой квази-частице Куперовской пары, можно приписать волновую функцию. Когда в сверхпроводнике течет ток, волновая функция будет иметь следующий вид, где F — это волновая функция, которая была до того, как течет ток, а присутствие тока в нашем сверхпроводнике дает эту добавку. Здесь получается P — это центр масс Куперовской пары, ну и радиосвектор, проведенный Куперовской парой в центре масс. Как видно, что если у нас импульс нулевой, то есть тока нет, у нас все это формирует функцию F — волновую. И получается, вот этот вклад имеет вид плоской волны и ответственен за появление разности в фазах протекания тока через R-проводнику. Упрощая задачу и рассматривая волну электронной пары, то есть мы эту компоненту будем называть волной электронной пары. Рассмотрим одномерный случай. Тогда он будет выглядеть следующим образом, то есть мы ушли от комплексной части. И если мы выберем две произвольные точки, все в проводнике — точку X и точку Y, и начнем считать разность фаз, которые формируются за счет протекания тока, то мы придем к следующему выражению. Интеграл бы контура учитывает то, что у нас ток может не совпадать по направлению с той траекторией, которую мы выбрали. Это будет важным далее, когда мы будем рассматривать какой-нибудь криволинейный контур. Далее, используя соотношение Дебройля и выражение по определению для светопроводящего тока, мы можем связать длину волны, которая входит в это выражение, с током, который течет в светопроводнике. И итоговая формула, которая для нас будет иметь важное значение, представлена здесь в мудреннослайе. Таков вывод. Если течет ток между точкой Х и У в светопроводнике, то между куперерскими парами формируется разность фаз. Теперь учтем, что помимо тока мы к нашему светопроводнику можем прикладывать и магнитное поле. И магнитное поле также будет формировать разность фаз между куперерскими парами. Из теоретической физики известно, что импульс присутствия магнитного поля какой-нибудь микрочастицы будет записан следующим образом. То есть добавляется магнитный электропотенциал, который связан с полем по определению следующего выражения. Пройдя по предыдущему пути, то есть все абсолютно точно так же, мы пройдем к выражению, где добавляется всего лишь еще один вклад. Тоже циркуляция идет с точки X, Y или скалярное произведение электропотенциала на элемент пути. То есть это дает разность фаз, которые обусловлены магнитным полем, это дает разность фаз, которые обусловлены протеканием тока. Если X и Y две абстрактные точки в светопроводнике, то далее нас будет интересовать в первую очередь за декортом. Как пример, здесь примерно на иллюстрации, S это у нас светопроводящая область, предположим, что есть сплошность, когда это нормальная область, которая не в светопроводящем состоянии, и рассмотрим контур X, Y, Z. Тогда все это сведется к интегралу вдоль контура, циркуляции, и воспользовавшись для этого члена теоремы из ТОКСа, и далее, учтя по определению, что у нас есть ротор-вектор потенциала, мы перейдем к следующему выражению. Что у нас справа? Справа у нас сформировался магнитный поток через этот контур. Точнее, так как у нас через светопроводящую область магнитное поле не может распространяться, то весь магнитный поток проходит через нормальную область. Далее мы должны учесть тот факт, что при формировании разности фаз, например, мы выйдем из точки X и пройдем по всему контуру, мы должны прийти к разности фаз, равной целому числу 2π. Представим на мгновение, что это было бы не так. Тогда мы сделали проход по контуру, и у нас есть какая-то рассогласованность. У нас волна должна иметь однозначное значение фазы. По сути, это условия квантования, и с этим могли, например, встречаться, когда Борс свою модель атома строил, у него тоже было квантование по контуру. Итак, к чему мы пришли? Когда мы ввели квантование 2πn фазы, то у нас сформировалась следующая величина. То есть мы поделили все на 2eH, 2π тоже сокращается, и появилась следующая величина, h, деленная на 2e. То есть видно, что вся разность фаз, которая формируется в нашей задаче, она квантуется. И элементарное значение h, деленное на 2e является квантом магнитного потока, так называемый флюз. Это именно то, о чем в первый день рассказывал Александр Сергеевич, квантование циркуляции гелия в сверхтекущем состоянии, в частности, квантование магнитного потока. Теперь мы уже совсем близко к сверхпроводящим квантовым датчикам и квантовой конференции, и здесь нам нужен еще один элемент для того, чтобы построить датчик, а именно слабые звенья. Что из себя представляет слабые звенья? Классическое представление, то мы возьмем два сверхпроводника, А и Б, и пусть между ними будет сначала какое-то расстояние. Положим сначала оно большое, и мы начнем их постепенно сближать друг к другу. Начиная с некоторого малого расстояния, у нас будет принципиальная возможность для копировских пар совершить туннелирование между одним сверхпроводником и другим. Если мы при этом приложим разность потенциалов к нашим сверхпроводникам, то появится выделенное направление для туннелирования, и мы будем наблюдать ток в нашей системе. Этот эффект называется акционарным эффектом Шерсона. Экспериментально было показано, что для такой системы, если мы запишем ток, такая система будет иметь свой критический ток, например, точно так же, как имеет свой критический ток любой сверхпроводник. Но в случае, когда у нас есть слабое звено, критический ток намного меньше, существенно меньше. И за счет протекания тока через этот туннельный контакт у нас формируется разность фаз ФИА и ФИБМ в этой области. И так слабым звеном может называться не только какая-то прослойка, например, если это может быть какая-нибудь электрическая прослойка, взять, окислить с одной стороны сверхпроводник, потом их привести в контакт. Есть и другие реализации, например, точечный контакт или вообще какая-нибудь мосик может оставаться. В принципе, это не принципиально для формирования слабого звена. Главный решающий фактор здесь это то, что критическое поле в данной области намного меньше, чем критическое поле всего сверхпроводника. Теперь построим непосредственно устройство, сверхпроводящий квантовый интерферометр на основе двух слабых звеней и контур, который мы примерно до этого смотрели. Мы предполагаем, что контур при этом высокосимметричный, что здесь идеализованная задача. Не будем различные экспериментальные сложности осматривать. Выделим на этом контуре четыре точки X, Z и Y, и исходя из предыдущих наших рассуждений и выкладок, мы можем сказать, что во-первых, у нас формируется разность фаз при протекании здесь от X к Y, если у нас есть ток. Если есть магнитное поле, то тоже формируется разность фаз между этими точками. Точно так же между Z и W. И также во время протекания тока, за счет того, что у нас есть слабые звения, у нас формируется разность фаз на них. То есть у нас есть четыре вклада в разность фаз. За счет того, что слабые звения у нас пространственные очень маленькие, мы можем считать, что у нас X, Y, Z, W формирует полностью контур и в отсутствии, в первом случае, если мы будем расформатывать по случаю, в отсутствии токов, когда мы просто прикладываем магнитное поле, у нас разность фаз на замкнутом контуре, как мы видели ранее, определяется просто циркуляция вектор потенциала. Далее мы можем от вектор потенциала перейти опять же к потоку, который создает наше внешнее магнитное поле и выразить разность фаз на слабых звеньях. И перейдем к формуле, которая здесь внизу показана. То есть F, A — это внешний какой-то поток, который создается магнитными полярами F0 — это один флюкс, и получается разность фаз на слабых звеньях. На слабых звеньях это N, это целое число, минус отношение потока. Далее мы учтем наличие токов. Наличие токов приводит к тому, что если у нас не было бы слабых звеньев и у нас, пожалуй, не так следует подойти, эффект сложный, поэтому не было забиваться. В силу симметрии через слабые звенья был бы один и тот же ток в отсутствии постоянного тока, который был бы приложен к точкам PNQ, только за счет внешнего магнитного поля. Когда мы включаем еще за счет разности напряжения между точками PNQ и еще ток, то у нас сформуется еще одна разность дельта между данными фазами. Можно сформировать выражение, используя соотношение для тока слабых контактов, то, что я показывал на слайде ранее. Используя его и предыдущие выкладки, мы перейдем к простому выражению, что ток, который мы пускаем через нашу систему из двух слабых звеньев на сверхпроводящем контуре, определяется косинусом от отношения потоков к флюксу и еще синус дельта. Синус дельта нас особо не интересует, и максимально нас будет больше интересовать критический ток через эту систему, то есть ток, когда сверхпроводимость нарушается. Нарушается у нас слабое звенье. А это возможно тогда, когда синус принимает единицу. И тогда итоговая формула для критического тока через эту систему преобразуя и FNQ, мы получим следующее выражение. То есть это двойный критический ток слабых звеньев и косинус отношения потока. Именно это выражение, положено в основу принципа действия сверхпроводящего квантового интерферамента. То есть критический ток через нашу систему, он периодичен по отношению к внешнему магнитному потоку. Прикладывая, используя дальше АЦП и ЦАП и различные системы, мы можем учесть это квантование, то есть критический ток. Подключили это все, к примеру, к компьютеру и считываем критический ток, который проходит через нашу систему, куда мы видим, и получается дискретизация. Дискретизация по одному флюксу, более того, зная эту зависимость, мы можем мерить магнитный поток меньше одного флюкса. Это идеализированная картинка, которая отражает выше формулы. На самом деле все сложнее. Важна индуктивность контура, потому что за счет индуктивности контура могут быть мороженые поля в наш спирт-датчик, и поэтому произойдет смещение синусов для пассив. Также за счет эффектов дифракции на самих слабых звеньях может наблюдаться погасание по типу синус х на х, что тоже представлено в этой картинке. По сути, эта картинка — это реальное измерение на сверхпроводящих квантовой трефлору. Это все было теоретическое прелюдия, рассказ о том, как работает сверхпроводящий квантовый детектор. А теперь то, что было получено экспериментально, в частности в США. Здесь видно, что вот это вот колечко, оно является как раз сверхпроводящим контуром. С этой стороны необий напелен, и с этой стороны напелен необий. Здесь видно, что контраст другой — это, по сути, здесь отсутствует необий, и нет контакта между ними. Здесь схематично показано, как это все будет выглядеть на самом деле, если из цен картинки сложно разобраться. Эти две точки являются слабыми звеньем. В этой реализации диаметр сверхпроводящего колечка 238 нанометров, но они спускались ниже, использовали для этого свинец в качестве сверхпроводника. Там были свои резоны, почему свинец лучше выбрать здесь. Я обозначил, что материал почему-то необъективно был, потому что у них низкое значение гигагиентости и проникновение внешнего магнитного опора внутри сверхпроводника. Это третичный и важный программный спирт-детектор. И в данной системе получается очень низкое значение шумов и высокая чувствительность. Но эти цифры, можно на них не обращать вниманием. Дальше будет наглядная аналогия, что данные цифры позволяют делать в эксперименте. И здесь справа показаны картинки, что несмотря на то, что вся система имеет размеры манометров, она может быть не очень симметрична, но в целом она действительно работает как сверхпроводящий квантовый треперационный детектор. 238 манометров здесь виден чистокол. Картинка трехмерная, но мы можем смотреть на напряжение внешнего магнитного поля и ток, который протекает. Выбрать какое-нибудь одно напряжение, например, нулевое, или это напряжение смещения, которое выкладывает, если сказать, к примеру выше пройти, и мы увидим зависимость, которая похожа на теоретическую. Особенно это для СОПС на основе свинца. Вот на этой картинке это явно видно. То есть вся система работает, и она работает как квинт-тепер. Такую систему получить, конечно, как очень сложно. Во-первых, напылять нужно не обычными методами, не электронами, а мы мишень должны облучать электронным ключком. Для того, чтобы у нас был локальный нагрев, наши мишени, и был лучший контроль процесса напыления. Сам каткончик зонда, который сделан, в первую очередь, из квакса для защиты еще предварительно, но оксидами и алюминием, могут покрывать для того, чтобы предотвратить загрязнение квакса материалами напыления. Ну и сам зонд в процессе напыления обладался еще парами гели, то есть установка довольно сложная. А вот результаты моделирования и они показывают, что с теми параметрами, с теми цифрами, которые они достигли, что мы можем достичь. Они взяли отдельные электроны по различной конфигурации, по отношению к сверхпроводящему колечку и показали, что мы видим. Пунктир — это порог чувствительности нашего сверхпроводящего квантового детектора. И видно, что при определенной конфигурации, в частности, когда наш спин будет вблизи краев сверхпроводящего колечка, мы видим сигнал, который выше порога шумов, то есть мы будем замечать спин отдельного электрона в машину устройства. И вот то, что они экспериментально сделали с использованием данного устройства. Здесь слева — это сканирование сверхпроводящим детектором поверхности необия. Необия — это сверхпроводник второго рода, и Александр Сергеевич нам показывал картинки, где у нас формируются вихри абрикосовы при определенном давале температуры. Вихри абрикосовы на картинке формировали гексагональную благоукованную структуру, ну, там, не знаю, просто гексагональную. И здесь видно, что в процессе сканирования вот эти пики действительно формируют что-то вроде С6. Симметрия. Из этих измерений можно, в частности, получить направленное расстояние между отдельными вихрами абрикосов и соотнести это... Это расстояние оценивается с теорией, можно соотнести эксперимент с теорией. Но они пошли более простым путем. Они взяли ленту из неоги и шириной 3 мкм и пустили по ней ток. Само собой, что раз мы пускаем ток, то формулируются магнитные полярки в данной ленте. В зависимости от тока, чем больше пропускаем ток, тем больше поле при низких значениях тока. При нуле у нас просто снимается шум, изъявленные. 200 нанампер, ну, уже есть какая-то тенденция, что-то меряем полезное, но пока все еще не понятно. И когда они достигали значения порядка 10 микроампер через свою ленту, то то, что они померяли, идеально совпадает с тем, что должно быть расчетность теории. То есть устройство может иметь хорошую чувствительность и позволяет делать очень соколуживание в исследовании, но еще и прошло опробацию экспериментальную и умение действительно реальных лечений. И это, по сути, край науки и, возможно, сканирующая микроскопия на основе наносквидов как раз начинает с этих работ и улучшить свое развитие для людей. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Если у кого есть какие-то вопросы... Можно дайте свайку, пожалуйста? Нет, нельзя. Ну что же, что-то сделаем. Спасибо. Профессор Москвин показывал фазово-магнитную диаграмму Лантан-Стронс-Купу-Муа. И там была такая зона, которую он назвал, она была цвета детской неожиданности. Кто помнит, он говорил. Там я спрашивал, есть ли при переходе в себя проведящее состояние фазовый переход структурный. Он сказал, что он осуществляется вот там вот, а тут под пунктом 2 в неизменность исторической скульптуры переходит в свое проведение с неба. То есть, ну, я, может, чего-то не понимаю, то есть, я хотел бы вот этот момент уточнить. Да, тут все зависит от того, какие сверпроводил какие исследования, мало того, что. Здесь самое простейшее приближение. Я специально не стал копаться в глухой сверпроводимости. Не сверпроводимость первого, второго рода. Это простейший случай. К примеру, мы сделаем чистый материал, ну, свининец даже, и на нем начнем просто ставить эксперименты, то мы получим следующие, пять пунктов. То есть, структурные переходы, да, ты так сказал, что система была сложной, и вполне возможности... Фазовый переход в сверпроводящее состояние в другом месте был, другим цветом просто. Можно я добавлю? Далее, москвин говорил про допирование, и там вот ТСП имелось в виду, а здесь вот рассказывали про обычную сверпроводимость. В ТСП я вообще не заложил. А структурный фазовый переход происходит, когда мы, ну вот, допустим, там вот там на столбце заменяем, то есть, мы меняем один элемент на другой, и тогда вот решетка деформируется, все вот это, а здесь как бы обычную сверпроводимость. У меня такой вопрос. Это получается, как сканирующая вот этим зондом ходит, сканирует? Да, можно сканировать. И она может сканировать меньше флюкса, да? Ну, то есть, меньше природного вообще. Да, это не проблема. Точнее, природного. В природе такого не бывает, но мы можем. Конечно. Классно. И что, а дальнейшее развитие? На самом деле, магнитный поток меньше флюкса, это в принципе ничего страшного к тому нету. А как же квантование? Квантуется поток, который проходит через замкнутый контур, но меньше вполне может быть. Так он не пройдет через контур? Там условия квантования не будут выполняться и в частности. Какой бы пример привести? Это тонкий момент. Вот если посмотреть например на параметры, уровень шумов порядка 50 нанофлюс. То есть, это уже довольно, это уже какие-то доли. И вернемся еще раньше. Мы можем снимать сигнал, критический ток. Прохождение одного флюкса это вот у нас пик. Мы же можем вполне сказать, что у нас как бы все эти значения тока здесь и мы будем узнать, что магнитный поток он не достиг значения одного флюкса встречи. Не ответил на вопрос? Я, может, приответил, но я не понял. Это уже во мне проблема похоже в связи дефектной. По отношению к контуру нам важно квантование. а если у нас нету контура, то почему магнитный поток не принимает производные значения? Тут все связано с циркуляцией. Нету циркуляции, в принципе, у нас условия квантования ничего не сдерживает изменения магнитного внешне. Он не компенсируется внутренне. Там индуктивность контура подобрана таким образом, что индуктивность очень маленькая, критический ток нашего контура тоже маленький, и магнитный поток, который потенциально мы можем создать, он заведомо намного меньше, чем значение одного флюкса. То есть для техники это значение магнитного потока меньше одного флюкса. обычного дела. И вот это смещение от нуля в хуже, оно как раз связано с тем, что не удалось на практике сделать маленькую индуктивность нашего контура. Была бы индуктивность нулевой, у нас бы все из нуля начиналось. Примерно я надеюсь на этот порядок. Есть еще вопросы? Если нет, то поблагодарим Антона. Спасибо. Сейчас будет 5 минутный перерыв, пока поменяем дискеты. Запишем все, купим дисковод. Вот, 20.40 возвращайтесь, следите за временем. А что, это я не нажал, что ли? Такое? Здравствуйте. Здравствуйте.